После которого сможет вдоволь поесть и поспать, повторив эту фразу три раза. Самым спокойным среди всех был 140-килоромовый Насар Эль Самбади, грозный вид которого распугивал рядом стоящих журналистов. Ронни Коллема явно тяжело переживал процесс углеводной ямы, что доставляло большие сложности в заполнении таможенной декларации. Хотя об этом он мог и не беспокоиться, так как он сам служит в полиции Техаса. Вообще объемы багажа, взятые на недельный тур по Европе, несколько удивляли. Стоило только догадываться, что служило тому причиной. Количество провианта, взятого с собой или нечто другое, например, витамины. Жаль одного, что из-за нехватки времени атлетам приходилось только показывать себя и совсем не было возможности посмотреть достопримечательности белокаменной столицы. Да и других городов Европы тоже. Отдохнуть и немножко поспать можно было развить только что в полете или в автобусе, следовавшего до очередной гостиницы. Местом размещения монстров культуризма на этот раз стал столичный отель Аэростар, в холле которого спортсменам удалось немножко расслабиться за фажером шампанского и послушать мелодичную фортепианную музыку, доносившуюся откуда-то сверху. И снова в дорогу, на этот раз в ресторан 38 попугаю, где мне, как хозяину было приятно по-нашему, по-русски встретить этих дорогих для меня гостей. Правда, через какое-то время меня охватил ужас, охватить запасов на кухню. Настолько велик был темп поглощения съестного. К счастью, перед соревнованием, как выяснилось, спортсмены не собирались основательно загружаться, поскольку это могло сказаться на рельефе, такой важной части тела, как живот. В отличие от других, молчаливый Кевин Левронни не просто поглощал пищу, а даже пытался экспериментировать. Смешав русский квас с водкой один к одному, он подарил мне рецепт оригинального коктейля, назвав его своим именем, который отныне посетители смогут увидеть в меню ресторана. Ну, а самым приятным для всех поклонников бодибилдинга было и появление в фойе киноконцертного зала Пушкинский, их кассетных и журнальных кумиров, которых на этот раз можно было потрогать руками и даже взять долгожданный автограф. Само же шоу еще предстояло, и до определения победителя было еще ох, как далеко. Немало повидал на своем веку киноконцертный зал Пушкинский, но столько тяжелых массивных людей еще ни разу не выходило на его сцену. По традиции, соревнования культуристов открывает тур симметрия. Атлеты строятся в ряд, и судьи оценивают пропорциональность и симметричность их сложения. В последние годы у судей в части культуриста с большой мышечной массой. Поменялась лишь мода на прически. Все теперь стригутся наголо. По словам самих атлетов, делается это для того, чтобы оптический тело казалось крупнее рядом с маленькой головой. Москвич Сергей Шелестов и два атлета с ближнего зарубежья со своими прическами безнадежно отстали от западной моды. Наверное, поэтому не смогли пройти в шестерку сильнейшую. Кстати, только они на этом турнире не имели карт профессионалов. Но тщеславное желание зарубиться с профи заставило их выйти на подиум вместе с могучими новобранцами. И надо заметить, наши атлеты неплохо смотрелись. Единственное, чего не хватало Сергея Шелестову, так это качественные проработки мышц. А она, как известно, во многом зависит от дозы диуретиков, вредных для здоровья мочегонных препаратов. На Гран-при России допинг-контроль не проводился, и потому многие заокеанские атлеты выглядели даже лучше, чем на Овене. Они не только не утратили свои пиковые формы, но, напротив, даже улучшили ее. Самой красивой частью любого культуристического турнира, безусловно, является показательное выступление. Здесь, как и в художественной гимнастике, фигурном катании, грань между спортом и искусством стирается. Показательное выступление похоже на оригинальный танец, художественный уровень которого полностью зависит от артистизма и пластики культуриста. Особенно мне понравилась композиция Винса Теллора. Трудно было поверить, что этому человеку, двигающимся с грацией черной пантеры, уже перевалило за 40. На Олимпе он выступал среди ветеранов. Причинство атлетов не решается выступать под медленную лирическую музыку. Для этого необходимо уметь плавно двигаться, как бы перетекая из одной позы в другую. Винс Теллор блестяще справился с этой нелегкой задачей. По второй части композиции он изображал робота, под стулью любимую нашему народу Маккарену. Винс так сумел завести зал, что ему аплодировали стоя. И куда только смотрят кинорежиссеры, еще ни разу не снявшие его в главной роли. Остальные атлеты предпочитали выступать под ритмическую, торжественную музыку с двудольным размером. На каждую сильную долю они меняли позу, отчего их композиции смотрелись весьма динамично. Те, кто на победу не надеялся, самокритично оценивая свою спортивную форму, старались не занимать внимание зрителей надолго. Так, Липприст, например, чувствуя, что заплыл, сократил показательные выступления до минимума. А ведь совсем недавно на Олимпе имел прекрасные качественные мышцы и был признан открытием года. Пола Дилета представил наш главный культурист среди артистов Ефим Шифрин. Он не жмот, он охотно дает в долг, что сегодня можно проверить. Во всяком случае, в прошлом году на «Мистер Олимпия Гран-при России» он отказался от своего гонорара в 6 тысяч долларов. Посмотрим, что будет сегодня. Пол Дилет, Москва и Россия приветствуют тебя! Как я и обещал, сегодня продолжение рассказа о финале турнира «Гран-при России», который многие несправедливо именуют шоу. На самом же деле, все происходящее на сцене таковым не является и представляет самое настоящее соревнование, где победителем становится лучший из лучших. После долгожданных, студейских оценок на сцене осталась шестерка финалистов. В нее вошли Вин Стеллом, Наср Эль Самбати, Ронни Коллиман, Кевин Леверони, Пол Дилет и Крис Кормье. Мышечная масса Каждого из этих гигантов перевалило далеко за сотню килограммов, но при этом на их могучих телах не было ни одного грамма жира. Так что через тонкую кожу просматривалось каждое мышце, вплоть до волокон ее составляющих. Этих культуристов запросто можно было бы использовать в качестве ходячих пособий по анатомии. Все вышеперечисленные достоинства атлетов крайне осложняли задачу, стоящую перед судьями. Справедливо распорядить места было не так уж и просто. Перед тем, как вердикт был оглашен, атлеты еще раз вышли покрасоваться на сцену. Но вступила самая шумная и динамичная часть турнира – свободное позирование. Во время него зал буквально стоял на ушах. Болельщики выкрикивали имена своих кумиров, а девушки визжали от восторга. После недельного турне по Европе олимпийцы настолько сработались, что местами их выступление напоминало синхронное плавание. Казалось, будто каждый из них заранее знал, какую следующую позу покажет соперник. И дело то же самое. Жаль, что судьям это выступление не оценивается, а то бы многие из этих участников смогли заработать дополнительные очки, так необходимые для победы. Субтитры создавал DimaTorzok Но вот эмоции стихли, и в зале прозвучали имена победителей. На этот раз третьим стал самый массивный из всех бакалавров египтянин Насар Эль Самбати. Серебряная медаль досталась Кавину Левроне за шесть дней тура, покорившему всю Европу, но только не Москву. Столица же отдала пальму первенству Рони Колиману, самому могучему из всех полицейских в мире. Рони – единственный профи высокого класса, продолжающий работать. По-моему, живя в таком режиме, невозможно было бы не только победить, но и просто выжить. Тем не менее, Рони Колиман жив и здоров, и прекрасно себя чувствует, получив в награду кругленькую сумму в баксах и довесок 40-килограммовый бронзовый торс. Думаю, теперь Рони свободно сможет на полгодика оставить работу и вдоволь отдохнуть, раскинув на тёплом песочке лонг-бича свои могучие конечности. Как оказалось, представления наших соотечественников о культуризме весьма поверхностных и сводятся лишь к одному – вредно это для здоровья или нет. Я понимаю, спокойно отношусь, но я как мужчина их не воспринимаю. Почему? То есть, мне кажется, это всё неестественно. Во-первых, очень вредно для здоровья, мне кажется. Этот вид спорта как-то влияет немножко на умственное развитие. Не, на самом деле, вот такая, что-то. Пользуясь уникальной возможностью пообщаться лично с лучшими из лучших, победителями самых престижных мировых турниров, последователями Шварценеггера, мы решили спросить их мнение о том, в чём же заключается их таинственный имидж, без которого бешеная мировая популярность этого вида спорта была бы просто невозможна. Интересная закономерность. В бодибилдинге самый большой недостаток – ограниченность, с которой начинающий качок должен расстаться в первую очередь. Может быть, именно поэтому некоторые современные звёзды пришли в этот спорт весьма витиеватым путём. Этот атлет закончил Аугсбургский университет. Он бакалавр истории, политологии, социологии. Он владеет свободно шестью языками. Итак, встречайте, Наср Эль Самбади. Наср считает, что семь с половиной лет учёбы в университете и его знания в политике, социологии, истории дали ему силы и возможность в течение 14 лет искать свой путь в бодибилдинге, из которых последние три принесли ему победы и признания на крупнейших турнирах. Он не намерен бросать спор, но в любом случае уверен, что найдёт себе занятие по душе в будущем. Вы, наверное, догадываетесь, что звёзды – это весьма благополучное сословие. Однако вряд ли кому придёт в голову, что стимулом к такого рода деятельности могла послужить личная трагедия. Кевин Леврон, начавший тренироваться после того, как болезнь унесла жизнь его родителей, делает это ради больных детей, отдавая всё свободное время и деньги центру Кеннеди, детскому центру Джона Хопкинса и лично работать с детьми в области оздоровления. Он убеждён, что с помощью медленной музыки правильного построения линий своей мускулатуры он способен возбуждать у зрителей поэтические эмоции. И это, несомненно, связано с его романтической индивидуальностью. Винсет Тейлора не подводит его гениальная интуиция. Его обещание перед приездом в Россию о том, что зал будет приветствовать его стоя, сбылось. Я не зря сказал об интуиции. Он настоящий художник и считает её основным своим качеством. Секрет в том, чтобы стать музыкой, я посылаю сигнал своим телом, и люди чувствуют это. А настоящее искусство не может оставить публику равнодушность. Бодибилдинг, шоу и киноиндустрия давно слились в одно целое, и Пол Дилетт по настоянию своего продюсера работает над новым имиджем классического хичкоповского героя, которого, видимо, воплотит на киноэкране. Пока с него лишь рисовали карикатуры и использовали его типаж для создания мультипликационных персонажей. В жизни Пол — серьёзный и преуспевающий бизнесмен и специалист по внешней торговле. Он считает, что выступление на сцене должно носить непринуждённый характер. Надо стать для зрителей своим парнем, как и в жизни, и успех обеспечен. Ронни Колман, кстати, чемпион московского турнира, поддерживает свой имидж идеологии, присущей его профессии — офицера Далловской полиции. Он доказал, что может стать чемпионом без использования стероидов, то есть чистым путём. Он мыслит масштабно и практично. Россия и Штаты — две сильнейшие державы мира. Россию уважают. И Россия уважает бодибилдинг. По поводу памятного изваяния, Ронни недвусмысленно заметил, что в нём не хватает одной единственной детали — его головы. Те, кто согласен с мнением звёзд, теперь могут узнать, где и как они тренируются, что едят и как отдыхают из наших будущих сюжетов только на канале НТВ. Олимпийского комитета. Приятно было осознать, что и наша телекомпания внесла свою лепту в дело популяризации этого вида спорта, постоянно освещая на канале НТВ+, все крупнейшие турниры по бодибилдингу. Также нельзя не отметить вклад президента российского Олимпийского комитета Виталия Георгиевича Смирнова, который в конце 97-го года на встрече с Беном Вайдером откликнулся на его просьбу о ходатайстве перед президентом Международного Олимпийского комитета Хуаном Антонием Самаранчем за признание бодибилдинга. Тогда в удачу верил с трудом. Но сегодня, когда сделан первый шаг в продвижении культуризма на Олимп, появилась надежда на скорое включение этого прекрасного вида спорта в программу Олимпийских игр. Редактор субтитров А.Семкин